Это новости в студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. С Нового года в Казахстане начнут протяжку, прокладку и монтаж волокон оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G. О качестве интернета сегодня говорили в Астане во время заседания комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством Алихана Смаилова. О том, как разрабатывают национальный проект «Доступный интернет» на 2023-2027 годы, рассказывал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин. Также участники заседания обсудили предложения по использованию городской коммуникационной инфраструктуры, рекламных счетов и фонарных столбов для развития системы опор двойного назначения. За счет строительства смарт-опор власти планируют улучшить качество интернета и связи в густонаселенных городских районах. Больше полутора тысяч казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса. За сутки инфекции заразились 218 человек. Один человек скончался, сообщает Министерство здравоохранения. Среди заболевших 7 пациентов в тяжелом состоянии, четверо в крайней степени тяжести и трое на аппарате ИВЛ. 70 тысяч квадратных метров уложенного асфальта на новое дорожное покрытие заменили подрядные компании в Туркестанской области. Это им обошлось почти в 330 миллионов тенге. Реконструировано 37 тысяч квадратных метров основного слоя и выровнено почти 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, четыре надзорных компании лишили лицензии за ненадлежащего осмотра дорог. Ранее в ходе мониторинга выполненных работ специалисты Центра качества выявили свыше 400 дефектов. Из 21 проверенного объекта 11 были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 133 миллиона тенге. Из них в настоящее время выплачено 57 миллионов тенге. По заявлению районного Акимата по ремонту внутрипоселковых дорог еще три надзорные компании были лишены лицензии. В Шемкенте займутся укреплением оползнеопасных участков. Таких в городе 12, сообщил на брифинге руководитель городского департамента ПУЧС. На встрече также присутствовал первый вице-министр ПУЧС Ибрагим Кульшимбаев. На данный момент часть таких участков представляют угрозу. Риск может увеличиться при выпадении сильных осадков или интенсивном таянии снега. В ходе проведенных обследований территории специалисты выяснили, что на оползнеопасных участках расположены 95 объектов и проживают 388 человек. В основном дома находятся на холмистой земной поверхности. Пока на местах установили предупредительный щиток. В городе также имеются селеопасные участки и таких 29. Из госслужащего фермеры ушел житель Костанайской области. Ербол Карымсаков. Мужчина сменил теплый кабинет в городе на животноводческое хозяйство в родном поселке Тенас. Начал с нескольких коров. Теперь развивает племенное животноводство. Вместе с этим пытается привлекать в населенный пункт востребованных работников. Главным специалистом в областном управлении культуры Ербол Карымсаков отработал три года. После вместе с женой и детьми решил уехать в родное село. Теперь поднимает здесь животноводство. К труду приучен с детства, поэтому работы не боюсь. Был разнорабочий, могу сельхозтехнику водить. Знаю, как управляться со скотом, выращивать и убирать корма. Начиналось хозяйство с нескольких голов крупного рогатого скота. Теперь их свыше 50. Стада овец в шесть раз больше. Корм для животных выращивают и заготавливают сами. Пастбищ в достатке. Проблема с рабочими руками. Мы рады принять людей, готовых трудиться и жить в селе. Работы у нас хватает. Хорошие специалисты нам нужны. Готовы рассмотреть и вопрос предоставления жилья для них. Супруга Ербола Ванга – учитель в поселковой школе. В свободное время помогает на ферме. После городской жизни в сельской видит много плюсов. Для развития села прежде всего нужны люди. Человек должен складываться в социальную сферу растеневодства или животноводства. Условия для этого есть. Земля очень плодородная, продукты свои. Всё экологически чистое. Природа вокруг. В Тенисском сельском округе 800 жителей сельским хозяйством занимаются около 20 мелких и крупных формирований. В их числе и ферма экс-госслужащего. Она вышла на новый уровень. Здесь начали разводить племенной скот. Наталья Строкова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Жителя Ускаменогорска по технической ошибке поставили на учет в наркологический диспансер. Причем под особым наблюдением врачей абсолютно здоровый человек находился больше трех лет. О своем якобы серьезном диагнозе инженер-технолог Олег Борисов узнал по чистой случайности, когда полицейские остановили авто для стандартной проверки документов. В электронной базе данных мужчина числился как пациент Центра психологического здоровья в Алматы. Теперь восстановить подлинность личных данных Олег Борисов пытается с помощью регионального представителя, уполномоченного по правам человека. Недостоверную информацию, указанную в личных документах, пока удалось исправить. Но историю болезни еще не стерли из медицинских реестров. Если ошибочные данные не удалить, мужчина может лишиться работы и не устроиться на новую по медицинским показаниям. После того, как я написал обращение, фонд обязательного медицинского страхования в облздрав в Восточно-Казахстанской области в клинику непосредственно, где меня поставили на учет, мне отовсюду пришел ответ, где снизу было практически открытым текстом написано, что в случае, если вас не устраивает наш ответ, вы можете обратиться в суд. Как представитель уполномоченного по правам человека, было нецелено на обращение в Министерство здравоохранения. С целью исправления данной ошибки, а именно удаления из базы данных ошибочных сведений, теперь предстоит нам удалить всю историю болезни. Она хранится 75 лет. Французское правосудие отозвало статус беженца у беглого олигарха Мухтара Блязова, который на родине осужден за экономические преступления и организацию убийства. Сам Аблязов подтвердил вынесенное решение в своих социальных сетях, заявив, что намерен оспорить его в высшей инстанции. Законность пребывания Аблязова в стране ранее оспорил французский офис защиты беженцев. Попытка апелляции на уровне Национального суда по правам на убежище обернулась не в пользу бывшего банкира. У Аблязова есть два месяца на то, чтобы обжаловать решение в Государственном совете Франции. Если и эта апелляция будет отклонена, он будет обязан покинуть территорию страны. В ближайший месяц ожидается вынесение еще одного решения по делу Мухтара Аблязова. Генеральная прокуратура Франции настаивает на рассмотрении вменяемых ему преступлений. Напомню, в 2017 году казахстанская сторона подала в Парижский суд иск, в котором обвинила Аблязова в хищении 7,5 миллиардов долларов. Климатические активисты в Германии продолжают приклеивать себя суперклеем к проезжей части, образуя километровые пробки в городе. В ближайшие недели экозащитники обещают усилить уличные блокады. Отмечу, у некоторых водителей сдают нервы. Во время демонстрации уже были зарегистрированы случаи нападения. Акции протеста вызывают шквал критики и у политиков. Шалпан Найманбаева продолжит. Итак, почти каждый день в разных концах Берлина. Активисты приклеиваются к асфальту и надолго блокируют движение. Столичных полицейских уже оснастили шпателями и подсолнечным маслом. Но чтобы отклеить только одного активиста, требуется примерно 20 минут. Этой осенью экозащитники наделали много шума в Германии. Сначала они блокировали уличное движение, а недавно парализовали на несколько часов работу столичного аэропорта, опять же приклеившись к взлетным полосам. Нам пришлось перенаправить 15 рейсов. Эти самолеты должны были приземлиться в Берлине, но отправились в Лейпциг, Дюссельдорф и Дрезден. А пять самолетов не смогли взлететь. Около 4 тысяч пассажиров пострадали. Числятся за экоактивистами и атаки на предметы искусства в европейских музеях. Это тот самый музей в Барберине в Поздаме, где экоактивисты облили картину Клода Мане картофельным пюре. Как выяснилось потом, произведение искусства не пострадало. Но после атаки в музее усилили меры безопасности. И теперь в выставочные залы запрещено входить в верхней одежде. В гардеробе придется оставить и сумки. Своими действиями экозащитники призывают снизить скорость на автобанах и ввести бюджетный проездной. Они считают, что благодаря этой инициативе многие автовладельцы пересели бы на общественный транспорт. А меньше машин на дорогах означает меньше выбросов СО2. Пока активисты не смогли достучаться до политиков, а только зарабатывают штрафы. Недавно в Берлине одного из участников уличных блокад наказали на 1300 евро. А в Мюнхене и вовсе лишили свободы на месяц. Нам очень жаль людей, которые страдают из-за наших акций. Если политики нас не услышат, мы и дальше будем проводить такие демонстрации. И они будут становиться более масштабнее. Но акции будут мирными. Мы считаем, что политики должны проснуться, так как мы находимся на грани климатической катастрофы. Только в Берлине с начала года стражи порядка зарегистрировали 2500 правонарушений. Акции экозащитников в декабре участились. А к Рождеству и Новому году они обещают усилить уличные блокады. А все для того, чтобы привлечь внимание политиков к проблеме изменения климата. Шолпан Айманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24, Германия. Фотовыставка «Жизнь прекрасна» прошла в Павлодаре. Основная миссия – поддержка женщин, столкнувшихся с раком. На представленных фотографиях изображены представительницы прекрасного пола, которые неустанно борются с коварным заболеванием. На экспозиции представлены 20 работ известных в регионе фотографов – Евгения Кузнецова и Айдана Карима. К слову, на выставку приехали и сами участницы фотосессии. Они отметили, что такой опыт восприняли как лечебную терапию. Выставка о красоте женщин. Женщин, которые сейчас проходят химиотерапию. Женщин, которые сейчас проходят лучевое лечение. Это выставка о жизни, которой, вопреки ко всему, во всем невзгодам, вопреки болезни, вопреки лечения, это выставка о преодолении усилий и о борьбе. И это вся информация к данному часу. Спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok